Отложить современные гаджеты, чтобы окунуться в атмосферу шестивековой давности, смогли сегодня не только дети, но и взрослые. В Тульской области отметили годовщину битвы на Куликовом поле. Там прошел фестиваль военно-исторических клубов. Десятки человек стали участниками масштабной реконструкции событий, когда русские воины во главе с Дмитрием Донским разгромили войско Золотой Орды. Накал сражения оценил Петр Дерягин. Под свист стрел и лязг мечей, как и шесть веков назад, над Куликовым полем вздымаются клубы пыли, блестят латы и бьются друг с другом непримиримые враги. Возможно, 637 лет назад на этом самом месте и располагался стан Мамая. И как и тогда, в лагере Темника Золотой Орды гробовая тишина и заметное напряжение. Войны или задумчивы, или излишне агрессивны. Реконструкторы говорят, плохих парней тоже надо уметь играть. Наша задача, как в кино, да, обидно, наверное, играть, как это, того человека, которого убьют в середине фильма. Да нет, не очень. Если роль хорошая, то тем более. Оценивают взглядом и, кажется, не боятся вовсе Мамаевых полчищ воины Дмитрия Донского. Здесь реконструкторы со всей России. Точно так же в 14 веке это было объединенное войско. С Великого Новгорода на подмогу Дмитрию Донского. Рой! Битва начинается с тычками передовых отрядов, но вскоре один на один выходит знаменитый Пересвет и Челубей. Оба воина упадут замертво, но Пересвета конь довезет до лагеря, а значит победа. Останется за ним и вот наступление основных сил. Конечно, сражение проходит в уменьшенном масштабе, но ключевые этапы, когда и какой отряд выступил, все это реконструкторы повторяют точно. И хоть оружие не наточено, удары его ощущаются, как и века назад. В какую-то секунду даже забываем, что напротив нас наши друзья, товарищи, реконструкторы, с которыми мы сидим за одним столом каждый вечер и идем в атаку, как будто это действительно противник. К тысяче зрителей дух захватывает так, что даже на деревьях вокруг нет места. Хочется рассмотреть все в деталях. Итак, в бой вступает засадный полк. Это козель русской армии. Именно они и нанесут решающий удар. Считанные минуты и золотоордынцы разгромлены. Почувствовать, что такое топот копыт боевых коней, лясах оружия и что такое грохот мечей и топоров по щитам. Это очень важно для того, чтобы хотя бы немного приблизиться к пониманию того, что здесь было много лет назад. Здесь не просто вспоминают предания. Какое-то время живут ими одежда, еда, традиционные украшения и копии древнего оружия. Место исторического сражения превращается в настоящую средневековую ярмарку. Кстати, в одно время с Мамаевым побоищем в этих местах проходит еще одно сражение. И непонятно, какая сеча более жестокая и где воины были особенно безжалостны к врагу. Можно бить по ногам? Прыгать на него, он падет и добивает его. Или добить щитом, чтобы его с ног сбить. Удивительное зрелище, как дети из века 21-го меняют смартфоны на луки и мечи. Пожалуй, такие уроки истории одни из самых интересных. Петр Зрягин, Виктор Аверин, Максим Катаев, Вячеслав Черешко, Первый канал.